Доброе утро, начнем наш влог с борща. Будет у нас сегодня зеленый борщ со щавлем, а вот блинчики, их пекут золотые руки. Ну глянь какая уже стопочка получилась. Да, это коронное блюдо родни, я конечно не блинопек. Всем привет, я в общем готовлю борщик нам на обед со сладким щавлем, это секретный рецепт от родни. Представляете, родня просто тут стояла у меня щавель внизу, вот тут, а здесь стояла сахарница и родня нам разбила сахар. И весь сахар просыпался на щавель, сейчас я все хорошо помою, поэтому руки золотые. Так, а мы теперь делаем этот греческий салат, но не мы, а родня делает, мы съездили за покупками, все купили. Ну да, салатные листья надо помыть, да родня? Купили сравнить, два сырка вот такие с изюмом, хотим их завернуть в блинчики, которые родня напекла. Один вот такой от кубанского молочника, он аж 20 чем-то, да, рублей от кубанского? Ну да, а вот этот, по-моему, 18 от сметанина. Так что сравним. Гришуль, покажи, нам сейчас свой образ пришла книжка, называется «Все самое главное о России». Тысяча удивительных фактов. Мне она очень понравилась, Григорий, а тебе? Гриша вот не знал даже, что у нас есть Красное море, да? Ну да, я покажу. Вау, Красное море. А, это розовое озеро, Григорий, это Каяшское розовое озеро. Это чудо природы находится в Крыму. Основной причиной розового цвета у чудесного фиалкового аромата воды являются микроскопические водоросли. Они вырастают, а они вырабатывают особые вещества, которые окрашивают воду в такой необычный цвет. Короче, красить. Короче, надо ехать в Крым, да, сынок? Да. Копаться. Интересно, там рыба тоже розовая? Наверно. В общем, теперь мы с Григорием разглядываем. Здесь вот есть и фотографии, а сначала, да, я покажу. Сначала вот такие все в схемах. Писноплощадь государств самых крупных, ну Россия самая крупная, всякие народы, которые в России живут. Ну, в общем, всякие сначала схемы, а потом уже фотографии и небольшие описания коротенькие. Вот это да! Это что? Вот Ладожское озеро, самое большое озеро в Европе. Европа? Угу. Самое большое озеро в Европе. Это Ладожское. Я даже и не знала. Рассказываю, что у нас тут. Это все наш папуля на пловик приготовил себе. И вот еще ребрышки для плова. Это вот блинчики мы накрутили. Если честно, вот в этих сырках с изюмом мы не нашли никакой разницы, поэтому вкусные примерно, да, и те, и те. Так что накрутили блинчики с творогом. Вот будут у нас горячие бутербродики. Это с хлебушком. Здесь немножко сливочного масла, колбаска, немножко майонеза. Ну, скушай. Помидоры и сырочек. Кушаем это все в духовку. Как только сыр расплавится, все готово. Здесь еще будут шашлычки на шпажках. Вот я уже шпажки замачиваю в графине. На всю длину не получается, поэтому я их вот так вот переворачиваю. Ну, будем их жарить на костре, чтобы шпажки не погорели. Их нужно замочить. Так, на обед у нас же был зеленый борщик. Уже почти докушали. Вот здесь рис пропаренный на развес. У дяди Лёни мы берем для плова. Его тоже замачиваем в воде. Картошечку на пюре я, пожалуйста, приготовила, начистила. Здесь вот зелень уже. Такой помидор и огурцы. Зеленый лучок тоже порезала. Сейчас еще и диски помою. Так, ну что, вот я в новом платье, которое ССП Кубани родня заказала. Вот такое вот оно, ромашковое. Мне оно безумно нравится. Вот сейчас буду делать пюрешку. Так, ну что, мы уже начали накрывать на стол. Григорий тут облизывается и не знает, что ему делать. Не разрешают. Да, мамуля себе уже отложила, потому что они поедут сейчас домой с папой отдыхать. Я сейчас это так. Крутнул, я же привык. Крутнул и хотелось. Да, оно не крутится, да? У нас, значит, что будет? Греческий салат, яйца фаршированные с сыром, с чесноком и с майонезиком, как всегда. Лук маринованный от шашлыков. Это овощи. Это крабовый салат, который я очень хотела. Просто нарезка всякая разная. Селёдка. Бутерброды горячие. Да. Что у нас здесь ещё? Сейчас покажу. Вот же блинчики. Да, подожди ты. Блинчики с творогом, с изюмом. Вот сами шашлычки, курица. Здесь пюрешка. Это мамуля себе с папой наложили. И вот ещё шашлычки. Так, тётя Вера, это что такое? Всё в порядке. Всё в порядке. Так, Маргарита Степановна, у тебя всё в порядке? Весна. Да, ты как весна, да? Теперь ты пахнешь, как цветочки. Ой, не понравилось. Красивая тётя Афань? Ну, как твои дела. Расскажи. Ну чё? Так надо спрашивать. Ну чё? Целоваться будем? Поним, целоваться? Хоня, а что это такое? Цаца там. Что это? Дашь, ты сегодня накрашивай нам-то пособи. По-особенному. Сегодня у меня флюиды, да, Афань? Классно. Пойдём. Покажешь мне что-нибудь интересное? Что у тебя? Вытянулся. Ну да, ты всегда повыше. Нет, здесь мы как-то даже. Выкатил, но успокоится. Ой. Тетяня, правда? А она качается или нет? Качается. Да, да. А, нет, она не качается. А-а-а-а. Так. Только держи, и страши. Афаня, догони меня. Афаня. Ты читаешь, Заюнь? Афаня, догони меня. Афаня, догони меня. Афаня, догони меня. А-а-а. А я люблю. Капа. А я у вас. Камни на ручки. 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 Ну что, одну посудомойку я уже заложила. Вот сейчас в 12 часов. Все разошлись. Вот, убрали все в холодильник. Кое-что даже я убрала в морозильную камеру. Там из мясного и блинчиков. Осталось там немножечко с творогом. Я их тоже в морозилку положила. Вот в эти пакеты икеевские. Которые с вот такой заклепочкой. И все прекрасно, я думаю, будет храниться. Курица там в духовке тоже ее в морозилку. Потом, если нужна каша или макароны, мы отварим. И все отлично. Будет мясо. Разморозим. Вот. Так что сейчас уже идем отдыхать. Детки сегодня здесь спят. Постелились. Григорий, давай, пожалуйста, иди переодевайся. Мультики будут смотреть. Ими, ими. Так, в общем, на сегодня все. Был прикольный вечер. Как всегда, все самые близкие. Вот, и супер. В общем, даже ничего толком не снимала. Это меня право. Это сбор этих всех документов. Меня что-то выбили из колеи. Надеюсь, что завтра уже все наладится. Я уже буду все поподробнее снимать. Вот, в общем, всем до завтра. Пока. Продолжение следует...